Проводить пресс-конференции для главы Ленинского района Олега Хромова не в новинку. Он и до этого встречался с представителями средств массовой информации, чтобы рассказать о той работе, которая проводится на территории муниципалитета. Но на этот раз встреча была посвящена трем основным тематикам. Итогом месячника благоустройства, акции Лес Победы и предстоящим мероприятием в рамках Дня Победы. В этом году ровно в 12.00 по всему Подмосковью пройдет акция «Бессмертный полк». И это единое время для этой акции на территории Московской области. И на советском проезде, я уверен, что многие жители поддержат эту акцию, мы вместе с вами можем выйти с портретами своих предков, тем самым отдать дань памяти и уважения тому подвигу, который они совершили 72 года назад. Любопытство журналистов разгоралось все больше, и представители СМИ начали задавать в голове вопросы, далеко не касающиеся заданных тем. Большая часть из них относилась к благоустройству и дорогам. Пожалуй, самым насущным на сегодняшний день проблемам. Какие глобальные работы, может быть, дорожные инфраструктуры, социальные инфраструктуры, появились, либо же находятся в стадии реализации в «Видном» сейчас, о которых два года назад нельзя было, скажем так, мечтать? Самым главным прорывом, я считаю, для нас является о том, что уже найдено практическое решение по решению транспортного коллапса, который существует в нашем городе. Это выезд из шестого микрорайона. В настоящее время уже заканчивается, не началось, а уже заканчивается проектирование. Мне очень хотелось бы констатировать этот факт на 30 апреля, что проектирование будет закончено. После этого мы должны получить соответствующее заключение экспертизы. А так как дорога будет строиться за счет средств инвесторов, не потребуется государственной экспертизы, что существенно ускоряет процесс. Поговорили о ликвидации второй смены в школах, о развитии спорта, молодежной политики. В год экологии затронули вопросы охраны природы. В год экологии особенно остро стоит вопрос охраны природы. Знаю, что в Ленинском районе существует ряд проблем на эту тему, связанных с экологией. Собственно, как убрать эту тему с повестки дня? Да, у нас есть проблема, связанная с отчистными сооружениями и с загрязнением, в том числе и реки Купеленка. До мая месяца у конкретного виновника вот этой катастрофы есть обязательства не только перед нами, перед природоохранной прокуратурой, Росприроднадзором. Ему грозят и будут предъявлены достаточно большие штрафы. В том числе он будет обязан навести порядок и очистить вот те стоки и выбросы, которые попали в реку Купеленку. Он должен все свое технологическое оборудование наладить должным образом. И очистные сооружения должны работать как положено. Не обошлось и без личных вопросов. Например, откуда Олег Хромов черпает вдохновение и силы на столь активную и продуктивную деятельность. А также журналисты спросили о самом запомнившемся моменте за два года работы в районе. Каждый день, я не сомневаюсь в этом, для вас за эти два года, конечно же, был самым важным и самым главным. И тем не менее, самое-самое. Самый первый мой рабочий день на территории Ленинского муниципального района. И начал я этот день с посещения Совета ветеранов. И вот их восприятие меня как человека нового, может быть, мне больше всего, чисто по-человечески, запало в душу. В который раз Олег Хромов подтвердил свой принцип открытой власти, глава района ответил на все вопросы журналистов, даже на самые острые. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Екатерина Чернышева, ВИДНЕ-ТВ.